Так, это что такое? Ребята, смотрите! У меня во дворе проросли дети! Что это за кринж? Чего? Это какой-то очередной челлендж? Ребята, реально, это уже какая-то клиника! Ну-ка все вылазим быстро! Что за бардак вообще? Сейчас вам Рекс нас ринкает в рот, и потом будете папе жаловаться. Всё, вылазим в... Господи, Балина, вытаскивай из песка своё тело. Ребята, хватит баловаться, потому что у меня для вас есть серьёзное-серьёзное предложение. Серьёзно, очень серьёзное. Саша! Господи, ты маму уже! Эй, отец! У тебя сын уже есть, а ты в песочек закапываешься, серьёзно? Ты чё, страус, что ли? Глеб, вылез, всё, все вылезли. Вылезли, всё, давайте из ушей песок вытрахиваем и слушаем папу. Смотрите, мне пришло письмо. Очень важное письмо, очень, очень грустное письмо. Его написал ваш брат. Из тюрьмы. Так, ну вы ещё помните такого Стёпу, а? Помните, да? В тюрьме сидит. Ну что, кто помнит Стёпу? Помнит Стёпу. Отлично, не забыли, ребята. А вы помните Стёпу? Кстати, да, ребята, всем привет, с вами я, отец, дочка Люки. И у нас, ребята, начинается новая история. Как вы помните, ребята, мои дорогие. Стёпа не очень-то меня жаловал, когда я к нему заходил, но тут прямо-таки интонации, изложенные в письме, наводят меня на мысль, что Стёпе очень плохо. Плюс он сам прямым текстом об этом говорит. Короче, он очень просит его оттуда забрать. Это, конечно, тюрьма, в общем, это не садик, это не школа вечерняя. А тут так просто не заберёшь, но может мы хотя бы его навестим, а? Ну там, все вместе придём, я договорюсь. Вот, да, рэкзак поддерживаем. На красивой машине подъедем ему под окнами, там, побибикаем что-нибудь. А чё, почему? 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 Ну это же ваш братик. Полин, ну вы же общались нормально. Что, вообще никак не хотите? Да, неужели вот достаточно сесть в тюрьму буквально-таки на пару месяцев и всё о тебе забудут? Нифига себе. Ну, я своих детей никогда не забываю, даже тюремных. Поэтому, ребята, всё, отправляемся на свидание со Стёпой. Посмотрим, что там у него изменилось с решёткой. Вот, сижу, жду, когда позовут. А, всё, всё, хорошо. Так, ребята, ну давайте посмотрим, как изменился Стёпа. Думаю, что нифига не изменился. Так, Стёпа, это я, папа. Стёпа, что с тобой? Ты лысый! Ты лысый, лысенький вообще! Волоска, нет, волосика нету! О, Господи! Ладно, ладно, не переживай, ничего. Его отрастёт, до свадьбы отрастёт, как говорится. Блин, а раньше ты как заливал, а? Папа, я с тобой разговаривать не хочу, ты мне не папа. Вот, одумался, да? Блин, Стёпа, поздно, поздно ты одумался. Я ничего не могу сделать. Ты сидишь в тюрьме, отсиживаешь срок. Он потихонечку сокращается. Сиди хорошо, не буянь-то, да? Удо выйдешь. Ну, что я могу придумать, Стёпа? Что я могу придумать? Смотри, если я у тебя устрою побег, а чем я буду лучше, чем ты, а? Я буду ещё хуже, и тоже буду сидеть. В конце концов, ты там по делу сидишь. Ладно, ладно. Есть одна идейка. Давай так. Ты ещё недельку потерпишь? Недельку потерпишь? Смотри, веди себя хорошо. Не буянь. В карцер не попадай, чтобы характеристика у тебя была хорошая. И тогда возможно, возможно, я повторяю, у папы кое-что получится. Хорошо? Всё, давай тогда. Удачи. Я пошёл реализовывать свою авантюру. Спасибо большое. Ух. Одна очень рискованная у меня получилась идейка. Хотя нет, она нифига не рискованная. Но очень такая необычная. Я думаю, так ещё ни один отец в своей жизни не поступал. Ни один. Реально. Я думаю, это будет очень оригинально. И вам пока тоже не скажу. Может, конечно, кто не догадается. Но, в общем, давайте вперёд из песни. Э-э-э-э-э. Что за фигня? Дети-то как понимать вообще? Что на крыше будки Рекса делает синяя Ауди, а? Так, опять челленджем. Так, ладно, ребята, всё, отвлекитесь на секундочку, пожалуйста. У меня к вам серьёзный разговор. Чё, насчёт Стёпа никому не интересно, как он там живёт? Он лысый там! Он лысый, волос нету вообще! Уф, не, ну это, конечно, логично. Вроде как в тюрьме всех бред под ноль, как в армии. Но всё равно это было очень непривычно. Так, ладно, короче, мораль. Не хотите быть лысыми, в тюрьму не садитесь. Так, в общем, ему там очень хреново. Он просит его вытащить оттуда. Петя, ну ты что, посмеяться хочешь над братом? Я его напрямую вытащить не могу. Однако я кое-что придумал. Итак, ребята, папе нужно купить заброшенное здание. Какие-нибудь есть там наводки, идеи, мысли. Не спрашивайте, зачем. Я же вас не спрашиваю, зачем вы там машину закинули на крышу. Вот и вы тоже не удивляйтесь. Мне нужна ваша помощь. Ну что, ну вы же помогли мне остров найти. Чего, Саша? Ты как с отцом разговариваешь, а? Так, ну-ка, извинись. Осуждаем, осуждаем. Так, ладно. Ребята, в общем, давайте. Сейчас мы поедем в какую-нибудь риелторскую контору. Нам надо выбрать огромное старое заброшенное здание. Ну, потому что мы хоть и богаты, но экономить нужно. Так, ребята, всё. Давайте в оставшуюся машину рассаживаемся и поехали. И вот мне леним каждый раз доставать, снимать её. Ребята, в общем, мы в нашей старой деревне. Потому что, потому что, потому. У нас такая привычка всё такое в плане недвижимости искать здесь, в старом нашем доме деревянном. Не знаю, возможно, это к счастью, возможно, и... Грошик! Загораешь, да? Ты же зелёный, ты сливаешься с травой. На тебя сейчас кто-нибудь наступит случайно. И ничего. Потому что Грошик у нас очень добрый. В общем, я так подумал, типа, сказать вам, что, мол, на счастье мы тут ищем. Но если вспомнить, что с нами случалось в местах, которые мы купили, найдя, собственно, в этой замечательной комнате с компьютером... Саша, а ты чё отдельно от всех? То начинают закрадываться смутные сомнения по поводу счастливости этого места. Но традиция есть традиция. Ещё не нашла. Чё, как дела? Нашли что-нибудь? Что-то там нравится, не нравится? Пару вариантов. Ну-ка, на улицу, на улицу, на улицу. Баш папа, уличное животное. Ну, в смысле, я, это, возвращён улицами. Шутка. Просто тут очень свежий воздух. А там уже напержено. Ну-ка, ещё бы. Такая орава детей там, в общем, активно спорит. Ну что, дети. Сколько вариантов, а? Какие-нибудь такие таинственные, загадочные есть? Ну, наши любимые. Чтоб там обязательно какие-нибудь там могилы найти. Какие-нибудь там таинственные духи. Пару. Просто заброшка и пустырь. И чё, там даже никаких тысных лабораторий внизу нету. Может, там засекреченных каких-нибудь там бункеров. Не, ничего. Чё, прям как в обычной жизни? Ну да, в обычной жизни. Один-одиночка покупает нафиг целое здание. Впрочем, где-то мы это уже проходили, да? Но на этот раз, ребята, это будет кое-что новенькое. Потому что я напоминаю, это, ребята, сюрприз. И для моих детей, и для вас. Поэтому погнали. Эх, а где моя джига-то, блин? Гроша куда-то её закинул опять. Ну да, ну и райончик. Хотел бы я сказать, что он заброшенный. Но мы-то тут так часто встречали разных дегенератов. Всяких маньяков, бандитов. Да, Петя? Помнишь это местечко? Что, да, язык не поворачивается. Сказали, что тут никто не живёт. Если тут кто-то и живёт, конечно, то делать это очень скрытно. Поэтому, как говорится, с соседями, если мы тут купим, то нам явно не повезёт. Но, блин. Такие огромные площади. Да и цена не кусается. Ну, ё-моё. Ну, Рилли, как бы... Просто я бы купил... Ну, серьёзно. Купить такое здание, восстановить его. Ну, вот вид из окна. Вот на это всё смотреть. Рядом с заправкой. Злые бомжи дерутся за хлеб под окнами. Ну, такое, дети. Как вам, нравится? Хочется ходить такого экстрима, а? Пока не могу сказать. Пока, сказать, не могу. Возможно, вы скажете, что нюкем, как же мы будем выбирать. Но чисто вот... Если бы я сказал, что для таких, ну, высоких целей. Высокоморальных целей. Вы бы взяли или нет? Для эстетических. Ещё. Ну, ладно, согласен. Погнали в следующий вариант. Посмотрим. Ребята, если вы считаете, что этот район надо тоже выкопить и восстановить. То пишем об этом в комментарии. А я пока что сажусь на заднее сидение этой Ауди А3. Ох, люблю такси. Блин, ребята. Слушайте, у нас такой красивый кортеж. А почему мы это не используем? А потому что вот если бы, допустим, моя машина была бы в середине, это бы выглядело как будто бы вы мои охранники. А сейчас, получается, я бомж как будто в хвосте плетусь. В общем, мне это не нравится. Впрочем, мы тут не для этого. Вау. Это что за забор такой огромный? Крошек. Хватит траву смотреть. Смотри, лучше вот эти вот здания заброшенные. Здрасте, здрасте, здрасте. Так. Вы, товарищ риэлтор. Мы решили позвать риэлтора, чтобы, ну, типа, он нам все объяснил. Потому что, возможно, мы не все плюсы этого места увидим сразу. Так. Ну, здрасте, здрасте, здрасте. Я, получается, вот это вот все могу купить? Или это какой-то один сарай? Да, машиносты неплохие. Но мы тут не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы купить все. Но мы пока что не знаем. Давайте мы сначала посмотрим, что тут... Да к чему? Саша, пожалуйста, не наезжай на мужчин. Все, дети, погнали. Так, чего у них там какие-то шепоты непонятные? Все, идемте, 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 идемте. Так. Это, я так понимаю, заброшенный какой-то лагерь, да? Или что это такое? Это заброшенный лагерь. Так, мне это уже очень нравится. Есть забор. Это огромный плюс. А это забросная электростанция. Замечательно. Так, выходим. А то, мало ли, электричество там не совсем заброшенное. Так, идемте дальше. Что тут еще есть? Беседка. Клево. Садик. А это что? А это что? А это что? А это что? Какой-то склад... Столовая? Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Забор, забор, забор. А вот это что за пищеблок какой-то, а? Или это здание для жителей? Для жилья? Так, стоп. Какие-то высоченные потолки прям вообще жесть. Два этажа. Для сильных... Что там вообще за обсуждение? Петя там с кем-то болтает о чем? Флирт какой-то что ли? Гроша, хватит закапываться везде. Ну да, ты зеленый. Но все равно ты можешь загрязниться. Мы тебя потом будем отмывать. Так, а это спортплощадка. Стоп! Подождите! Ты что, есть выход к воде? Это что, это океан или это... А, это озеро, да. Это озеро по карте помню. Вау. Блин, ну это пять. Ребята, это пять баллов из пяти. Я не знаю, что может быть лучше за эту цену из заброшек. Ну я думаю, из этого места мы сможем сделать райский уголок. Что, еще не понимаете, да? О чем я и к чему? Ха-ха. Ну что? Ребята, как вам? Нравится? Лучше, чем те многоэтажки. Разрушенные. Что? Да? Так. Ну тогда... Ладно. Я согласен. Мы покупаем. Да, покупаем. А что стоит? Что там по цене? По цене. Ну как? Мы, конечно, люди богатые. Но если будет слишком завышено, мы покупать не станем. Ха-ха-ха. Копейка. А можно скидочку? Пожалуйста. Ну чисто по факту. Хотя бы до 18 скиньте. Ну пожалуйста. Давайте сейчас попросим дядю. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Может вам в гости пригласим? Пожалуйста. 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 Осуждаем. Осуждаем такие цены. Это... Это обдираловка. Денадцать миллионов. Вы чего? Ну дядь, ну... Питя Глеб! Ладно, я все согласен. Ну блин. Из-за вас мы не скинули цены так, как могли. Ладно, все. Как-то мы плачут. Карты можно? До свидания. Спасибо. Отличная сделка получилась. Ну что, детишки, ребятишки. Кто угадает, а? Зачем папе эта куча, огромная куча всякой старой недвижки, а? Зачем мне эти здания заброшенные? Забором, воротами. Деддом. И посадить вас туда? Ха-ха. А что? Спасибо за идею, Саша. Спасибо за идею. Вот будет отличное место для наказания. Что? Чем в угол ставить, лучше отправлять в собственный детдом. Вообще топ, Саша. Вообще поздравляю. Так, ну что, киньте еще идеи. Еще идеи. Так, уйти какие-то там... Что у вас там за клуб романтики, а? Так, ладно. Получается, у Грошка тоже какие-то мысли есть. У всех есть мысли. Но никто не сказал правильный ответ. Ребята, а может быть вы угадаете, а зачем я купил этот старый заброшенный лагерь? Ладно, ребята, с вами был я, отец Одиночка Нюкин. Правильный ответ вы узнаете уже завтра. Всем удачи, всем завтра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok